ЦИНИЗМ Утром группа вооруженных людей совершила нападение на здание иранского парламента в Тегеране. На территорию парламентского комплекса ворвались четверо вооруженных боевиков в женской одежде. Они открыли стрельбу, после чего взяли заложников. Позже один из нападавших совершил самоподрыв. Остальные террористы были ликвидированы. Примерно одновременно с нападением на здание парламента начали приходить сообщения о стрельбе и двух взрывах на территории Мавзолея Мама Хамейни, который находится в 40 километрах к югу от Тегерана. Террористов также было четверо. Две женщины и двое мужчин. Один вооруженный автоматом Калашникова человек проник в здание усыпальницы и открыл беспорядочную стрельбу. А после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие и подорвал себя. Другой нападавший мужчина отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей. Одна из женщин подорвала надетый на себя пояс смертника в западном дворе Мавзолея. Вторая женщина была задержана. Ответственность за нападение в Тегеране взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», организация, запрещенная в России. Как сообщил сегодня заместитель главы Национального совета безопасности Ирана Реза Сейфулай, все исполнители атак выходцы из Ирана. Корпус стражи «Исламской революции» обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, передает агентство Reuters. Заместитель руководителя КСИР генерал Хосейн Салами пообещал, что Иран отомстит за нападение в Тегеране террористам и тем, кто с ними связан и поддерживает их. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил критикой на заявление президента США в связи с терактами в Тегеране. Противоречивое заявление Белого дома и санкции Сената прозвучали в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобное заверение в дружбе со стороны США. Ранее Дональд Трамп в связи с терактами в Тегеране выразил свои соболезнования, однако также заявил, что Иран, будучи спонсором терроризма, рискует пасть его жертвой. В результате терактов погибли 17 человек, ранены десятки людей. Иллюстрация в начале статьи. Рембрандт. Артаксеркс. Аман. Эсфирь. Экспертные оценки. Ростислав Ищенко. Чьи интересы стоят за терактами в Иране? Я всегда был сторонником того, чтобы не множить сущности без необходимости. Ответственность за теракт взяло на себя так называемое исламское государство. Следовательно, оно их и совершило. Во-первых, Иран обвинил в соучастии при организации терактов Саудовскую Аравию. У меня нет оснований не доверять публично сделанному заявлению такого масштаба. Во-вторых, и так никто не скрывал, что Саудовская Аравия принимала участие в финансировании ЕГЭ. И в этом отношении она, безусловно, несет за теракт и ответственность. Дальше можем отмотать ситуацию немножко назад и посмотреть, что, например, Катар, который тоже финансировал ЕГЭ, в соучастии не обвинен, потому что недавно у Ирана с Катаром начали налаживаться отношения. Зато они резко испортились у Катара со всеми остальными монархиями залива. Идет политическая борьба, и поэтому в оценке участия или соучастия разных государств в данном событии Иран выбирает то, что ему удобнее для озвучивания. Но так же делают все и всегда. Зачем же обижать своих людей, даже если они друзьями стали вчера, а до этого были врагами? Например, сейчас США, вслед за ними их союзники, стали обвинять именно Иран в спонсировании терроризма. Это блеф. Или не совсем блеф. Ни для кого не секрет, что Иран поддерживает различнейшие организации на Ближнем Востоке. В том числе и те, которые занесены в список террористических. Тут тоже ничего удивительного нет. Я хочу вспомнить, что в свое время Советский Союз поддерживал Ясера Арафата, а Арафат – личность неоднозначная. Его вначале считали террористом, а уж потом при поддержке СССР и благодаря собственным адекватным действиям он сумел выбиться в рукопожатные политики. Так что на каком-то этапе даже Советский Союз тоже поддерживал террористов, но тех, которые ему были выгодны. И это относится к любому государству. Мы своих союзников террористами не считаем, потому что они борются за справедливое дело. Но кто-то не считает каких-то других террористов таковыми. Для Ирана шииты априори не террористы, а борцы за свободу. Точно так же для Саудовской Аравии суннинские террористы не убийцы, а борцы за чистоту ислама. Вопрос в том, с каких идеологических позиций к этому подходить. Другое дело, что есть организации, такие как Аль-Каида, как ИГИЛ, которые уже всем миром признаны террористическими. Конечно, с такими иметь дело не Камильфо, поэтому сейчас все начинают отмежевываться от них. Саудовская Аравия возлагает вину на Катар, Иран на Саудовскую Аравию и так далее. А США говорят Ирану, который они не любят. Вы на себя посмотрите, у вас, мол, тоже рыльцы в пушку. Политика вообще цинична. Есть организации и структуры, которые либо выходят из-под контроля, либо доходят до неприличной степени оторванности, отмороженности. От них открещиваются. Но против законной власти в Сирии воюет большое количество разных организаций. Некоторые из них признаются террористическими даже США. И Саудовская Аравия тоже признает их террористами, хоть и финансирует. А некоторые вооруженные формирования признаются рукопожатыми даже Россией, которая ведет с ними переговоры в Астане. То есть не все, кто воюет против сирийской власти, признаются террористами. На этом базируется последующее мирное урегулирование. Если ты против кого-то воюешь, это еще не значит, что ты террорист. Террористом ты становишься, когда ты совершаешь совершенно определенный набор действий. Например, Хезбалу, которую поддерживает Иран, обвиняют в терроризме не потому, что она воюет в Сирии на стороне законного правительства, а потому, что она совершала соответствующие действия против граждан Израиля. А в Европе она бомбы не взрывала. Трудно однозначно выяснить, кто террорист, кто не террорист. Если вас отправить в Сирию и оставить там наедине с неблагородными суннитами, с благородными шиитами, даже с рукопожатными оппозиционерами и с некоторыми сторонниками сирийского правительства, то вы не разберетесь, кто из них кто, потому что они очень похожи друг на друга. А в тонкости их религиозных и политических предпочтений вы вникнуть даже не успеете. Сейчас в иранско-катарском случае мы как раз и сталкиваемся с ситуацией, демонстрирующей весь цинизм политики. Да, Катар финансировал террористов, в частности из ЕГЭ. Да, об этом все знали. Да, Иран начал с Катаром договариваться. Кстати, и мы с катарцами вели переговоры. Они же не были занесены в какие-то проскрипционные списки. Когда Иран начал с ними договариваться, обиделись союзники Катара, монархи Персидского залива. Начали изолировать духу. Параллельно ЕГЭ устроило взрывы в Иране. Иран тут же послал ответное сообщение. Он обвинил Саудов и пригрозил, кстати, ответными мерами. Причем намекнул на возможность вооруженного воздействия, но совсем не на объявление войны. А каким образом он будет совершать эти ответные меры, мы еще посмотрим. Значит, Иран послал ответ Саудовской Аравии, проигнорировав Катар, который тоже финансировал ИГИЛ. Вот я и предлагаю хорошо посмотреть на треугольничек. Иран, Катар, Саудовская Аравия. Квадрат, если туда еще добавить ИГЭ. И вы увидите. Не просто с одной стороны хорошие ребята, которые борются с мировым терроризмом, а с другой стороны отвратительные мерзавцы, которые поддерживают мировой терроризм. Есть три государства, каждая из которых преследует свои интересы, и которая готова ради этих интересов общаться с кем угодно и договариваться с кем угодно. Главное – договориться. Любые теракты преследуют цель ослабления действующего режима, где бы они ни происходили. Хоть в США, хоть в Иране, хоть в Японии. Основной целью являются не жертвы теракта. Основной целью всегда является политический режим. Таким образом, населению пытаются доказать, что режим слаб, беспомощен. Значит, надо бы его поменять на какой-то более адекватный. Так вот, эта серия терактов каких-то долгосрочных последствий, безусловно, иметь не будет, если она не продлится. И если под нее не будут подвязаны еще какие-то действия. Потому что сами по себе изолированные теракты слабо воздействуют на общественное мнение. В 1977 году был теракт Степана Затикяна в московском метро. Никто, по большому счету, уже через несколько лет об этом не помнил. Никто, потому что это был единичный акт. А вот когда случились теракты в метро, взрывали самолеты и дома в Москве на фоне Чеченской войны, было совершенно другое воздействие на общество. Потому что люди понимали, что, во-первых, это не разовое мероприятие, во-вторых, оно привязано к конкретному событию, к продолжающейся войне. Значит, воздействие этого события будет продолжаться. Соответственно, и полоса терактов может продолжаться. Следовательно, в обществе наблюдалось значительно больше признаков психической неустойчивости. Поэтому я и говорю, что если в Иране у террористов нет возможности организовать какое-то более или менее долгоиграющее мероприятие, где-нибудь в пустынных районах какой-нибудь свой вилает устроить, если они не смогут организовать цепочку терактов на протяжении нескольких месяцев, то единичный случай не сможет действовать как системный фактор. Вот если они смогут придать этой цепочке характер системы, тогда будет и власть дестабилизироваться, и общество раскалываться. А если 7 июня все закончится, тогда Иран успокоится. Как ситуация вокруг Ирана, его дефамация международным сообществом отразится на СНГ, на России? Опять-таки, давайте подойдем к этому делу цинично и вспомним, что в свое время у нас с Ираном были далеко не блестящие отношения. Сразу после исламской революции Хамини провозгласил США большим сатаной, а СССР малым сатаной. И сказать, что на протяжении десятилетий отношения плодотворно развивались, было бы сложно. Вообще Иран достаточно сложное государство, тем более, что он претендует на региональное лидерство, и там постоянно живет память о своей великой истории. Сейчас у нас существует противоречие с Ираном на Кавказе, и они всегда будут объективно существовать. У Ирана есть интересы и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, не всегда совпадающие с нашими. Но почему у нас сейчас в общем конструктивное отношение с Ираном? Потому что Иран находится под сильным давлением США. Не надо забывать, кто является стратегическим оппонентом России последние 25 лет, а то и дольше. Те же самые США. Понятно, что Россия – это государство в военно-политическом и экономическом плане, значительно более устойчивое, чем Иран. Хоть Иран тоже демонстрирует значительную устойчивость, но Россия устойчивее, просто потому что у нее мощнее экономика, она является кладовой всех полезных ископаемых, поэтому страна самодостаточна. Также Россия уже вышла на самообеспечение продовольствием. Наконец, у нас есть ядерное оружие, поэтому воевать с Россией себе дороже. У Ирана всех этих позиций нет, поэтому Иран для сохранения своего суверенитета сейчас заинтересован в союзе с Россией на Ближнем Востоке, вытеснение оттуда США. Кстати, я думаю, что после того, как США будут вытеснены с Ближнего Востока, или после того, как удастся достичь какого-то компромисса с США по Ближнему Востоку, у нас с Ираном будут далеко нелегкие отношения. Кстати, у нас совершенно разные позиции по Израилю. Для нас, кроме Ирана, есть Турция, которая тоже претендует на региональное лидерство, и которая тоже вроде бы наш ситуативный союзник, но персы и турки всегда были конкурентами. Есть проблема сирийских курдов, которую Асад хочет решать одним путем. Эрдоган другим путем, а Иран третьим путем, и вообще он курдам меньше всех мешает, потому что они, скорее всего, дестабилизируют его соседей и увеличивают вес Ирана. Очень большое количество проблем, по которым у нас будут расхождения. Неизвестно, как мы сможем эти расхождения свести к какому-то разумному компромиссу, поэтому надо знать, что нынешнее сближение с Ираном связано с совершенно объективными обстоятельствами, с взаимной заинтересованностью именно потому, что у нас общие враги. И это не только США, с которыми еще как-то можно договориться. Это и исламский экстремист, который, благодаря тому, что его поддерживают и направляют сюнистские монархии из залива, в равной степени направлены против шиитов Ирана и против наших интересов на Ближнем Востоке. И вот такой один комментарий. Решила все-таки его зачитать. Владимир Бровкин. 9 июня. Тут действительно трудно свести концы с концами. Но, во-первых, позиция тут какая-то у автора как бы посторонняя. Ну а посажи в отношении Советского Союза, которого нет, более чем нелестные и явно несостоятельные. Почему же так? А потому, что отсутствует социальный классовый подход. И при таком подходе действительно трудно свести с концами. А если это убрать, то все сказанное более чем верно сказанное. Но дает ли такая позиция компас в руки? Ой, вопрос. До новых встреч!